За свою страну, это герои, причем тут одно к другому. Политики это одно, а люди, которые защищают свою, это другое. Для меня воин а то. Смотрите, я сейчас издал книжку великолепную, горжусь этим. Нахожась как бы немножко в оппозиции, я тем не горжусь. Создал книгу, причем ко мне пришли ребята, не один человек, я могу мою следующую передачу пригласить и принести. Никто из патриотов пришли туда, в парламент, разговаривали, никто не дал пять копеек. Я им помог издать книгу. Горжусь этим, почему? Потому что почему мы должны отворачиваться от ребят? Да все, кто там воевали, это герои, кроме бандитов, которые пришли туда грабить. Есть же такое. Там строят эти нарколаборатории, трансплантации. Это другая часть этой войны. Черная часть. Но есть же люди, которые шли защищать свою страну. Вынесут не Захарченко-Плотницкого для начала, вынесут тех, кто их сюда пригласит. Вот как они, они же сами раскручивали. Как сегодня Народный фронт, находящийся сегодня в коалиции с БВП, они сегодня правят страной, хоть и незаконно. Но они же правят страной. Как они, как вы, представьте сегодня, ну я не знаю, вот руководство Народного фронта, которые скажут, мы приглашаем там, невозможно. То есть должна быть переформатирована политическая система. Да, сегодня должны те, кто за войну отойти в сторону. На пользу миру. На пользу миру. На пользу будущей Украины. На пользу миру это абстрактно. На пользу миру, а потому что мир, слушайте, нельзя, давайте возьмем правый сектор, да, и отправим его на переговоры с ДНР. Ну это же глупость. Смотрите, те, кто ратовали за войну, они уже должны отойти в сторону. Не потому, что они не выиграли войну, они ничего дальше предложить стране не могут. Министр обороны сказал, там 5 тысяч российских кадров выкинул. Смотрите, я не хочу спорить ни с министром обороны, у него мнения меняются каждые два часа. Я говорю, я не спорю про российский, я говорю о чем, и что дальше? Вот что бы мы ни говорили, дальше что? Ну, смотрите, можем мы пойти побеждать военным путем? Нет. Ну, скажите, если мы военным не можем, и все это понимают, ну и кроме идиотов, да. То, скажите, если военным путем не можем, ну простой ответ. А что тогда делать? Садиться рыдать? Нет. Значит, надо искать дипломатические пути. Я считаю, что начинать надо с бизнеса, тогда закончится война. Надо ввести специальные законы, вот переходного периода, когда за контрабанду в зоне АТО, за всякие вот эти поставки вдруг незаконные, до пересечения границы там со всеми делами, вводить самые жесткие, какие только можно, меры. И сразу будут прекращаться это. Потому что пока там миллиарды зарабатывают, нарколаборатории работают там, работает фабрика золотых изделий, все это знают. Все это через границу, там миллионы, миллионы, все же, ну слушайте, бесконечное количество статей об этом. Все кусты силовиков на этом живет. Вот пока это будет кормушкой, и пока кровь будет питать вот эти вот золотопотоки, ни к чего не остановишь. Слишком много заинтересованных, они будут кричать, рвать на себе рубаху, а вот как закончится бизнес, начнут думать. Поэтому смотрите, хотим мы или не хотим, мне тоже удобно кричать, ура, сейчас возьмем и пойдем. Неправда это. Неправда. Мы разрушенное, экономически уничтоженное государство, которое не в состоянии воевать вообще. И говорить о том, что у нас лучшая армия в мире, могут только те, кто вообще не понимают ничего. Нам надо сохранить людской потенциал. Нам надо воссоздать Украину. Вот тогда мы будем говорить о сильной Украине. Мы должны создать Украину и сделать ее сильной. Но пока мы не сильные. Почему-то все время говорят о линии размежевания. Нам не только это надо сделать. У Путина с Трампами своих дел будут политические интересы, где будут торговать Сирией, чтобы правильно понимали, и Украиной. Вот эти самые главные два куска, там еще с Ираном они будут, но это уже третий вопрос. Вот эти два куска они будут между собой делить. И нам надо в этом делиже не стать крайними. Вот что очень важно. Нам надо сегодня понять, что где-то надо уступить, а где-то надо стоять насмерть. А не просто загульно сказать, что ничего, нигде, никак. Ну нет, никак. За нас решат, как в Чехословакии. Вызовут утром, почитайте историю. Скажут, дорогая правительство, вот пожмем вам руку, вы демократы, но у вас больше страны нет. Такое мы хотим, нет. Поэтому надо розум, еще раз говорю. Люди, не буди розума, не буди ничего. Прозвучала информация о том, что Попаснянский водоканал получил первый транш за поставленную воду в сумме 10,5 миллионов. Из этой суммы 6-го числа мы увидели в себя на счетах на распредсчете порядка 6 миллионов гривен. И поэтому было принято решение возобновить поставки Петровского водозабора. Не, всегда, на любой войне, не только на этой, есть круги, есть представители бизнеса, которые много зарабатывают. Это факт. А в данном разнице кто? И очень часто это люди, которые связаны с властью. Уголь, и военные контракты. И, кстати, обратите внимание, как завышается цена на уголь. В целом страна теряет, но конкретные люди выиграют. У вас дякую много, говорит, только был знамен на звездку в студии Вадим Рабанович. Ну, знаете, я думаю, что вот у всех, кто это слушает, возникает такой когнитивный диссонанс. Ну, смотрите, глава области говорит, что, я еще не знаю, кто вам заплатил, можно сказать? От кого получили вы миллионы, о которых только что сказали? Экс-голова. Экс-голова, простите. От кого получили миллионы, можно узнать? Поэтому можно строить глазки сколько угодно. Но, на самом деле, вы же получили деньги на основании какого-то документа, какого-то, у кого вы его получили, у русских, ну, я не поверю. Значит, у вас есть отношения. Мало того, ну, что это кривят душой? Да и уголь, и все идет, и работа идет, и торговля идет. Вот, ну, все это надо понимать и честно себе ответить на один вопрос. Вот он говорит, что мы не можем поставлять там, а кому мы поставляем? Ну, люди добрые. Это наши. Давайте я привык, кто эти люди? Это граждане Украины или не граждане? Ну, давайте еще второе я вам скажу. 90% людей на первом этапе конфликта, я не знаю, как сейчас, да, ни в какой мере не хотели ничего. Они вообще затянутым политикой в эту войну, они как жили простые люди, так и продолжали жить. Ну, давайте их задушим, заверим. Поэтому, то же самое, вранье абсолютное, что мы не знаем, от кого мы получаем деньги. Ну, как такое может быть? Попробуйте в банке перечислить деньги, не зная от кого. Значит, мы имеем с ними экономические контакты, мы имеем документы, которые, да, придумывают себе, вот он сам говорит, обходной путь, как это сделать. Ну, что я могу сказать? Ну, такие кивоки, каждый друг на друга. Это все неправда. Правда только одна. Да, выгодна, повторяю, выгодна война. Вот тут я согласен. Выгодна война коммерсантам с двух сторон, коммерсантам на крови. Вот она всем им выгодна. Вот с этим надо бороться насмерть, тогда и война быстрее становится. Ну, кто же ж, вот вы кажете, есть коммерсанты на крови, мабуть же ж их бачить и есть спецорганы. Ну, наверное, спецорганы вдоль, иначе чего бы они это не бачили. То кто ж то дает, якщо так? Это уже замкнуты колу. Почему? В первую очередь, смотрите, все, кто там, попробуйте сделать какой-то день, пригласите людей не с одной стороны, а с разных, которые там были, которые работают. Они вам скажут ряд и более неприятных вещей. Все, с приказа, знают о нелегальной торговле, которая идет на блокпостах. Но это же не секрет, который я вам открываю. По 100 тысяч за машину. А кто это берет? Так знают это с одной стороны, и с другой стороны прекрасно знают. Значит, когда звонят, и сколько об этом написано и сказано, когда звонят и говорят, пропускайте эту машину, значит, они вдвоем контактируют. Это тоже все прекрасно понимают. В Харькове приземляются самолеты, которые потом едут туда, и почему-то санитарные маленькие самолеты. Значит, идет трансплантация органов, это все знают. Заводы наркотиков, я еще раз говорю, все знают. Это что, одна сторона делает? Две стороны это делают. Две стороны. И вот поэтому надо отстранять от этого. Сдавайте, пане Водима. С Харькова. Это отдельная тема, я когда рассказал. В Харькове, вы можете взять статистику, попросить для следующей вашей передачи. В Харьковский аэропорт за последние полтора года приземляется огромное количество частных самолетов, врачебных. Где врачи уезжают, потом возвращаются и опять улетают. Скажите, что они делают в Харькове? Куда и звідки они прилетают? Из-за границы прилетают с такими чемоданами и улетают назад. Можно сказать, что делают в Харькове бесконечное количество тех медицинских самолетов? А мне рассказывают люди, которые работают, что они занимаются только одним, доставкой органов с территории военного конфликта. А вы не знаете, что там наркотики делают? Все это знают. А вы не знаете, что поставка вообще сегодня там миллиарды зарабатывает на взаимопоставках? Ну что это? Кроме того, что государство само с ними прекрасно торгует углем, как вы там сегодня у вас в передаче рассказывали. И всем остальным. Поэтому смотрите, это бизнес на крови. Это бизнес, который подпитывается кровью. Поэтому пока будут миллиарды на этом зарабатываться, будут те люди, которые будут насмерть стоять и кричать, нет, никогда ни за что. А на самом деле любой конфликт должен быть закончен. По-любому должен быть закончен. Война между Францией и Англией, которая длилась сто лет, тоже закончилась. Я считаю, что наши граждане должны понимать, что заработная плата премьер-министра в размере тысячи долларов – это просто фейк. И заработная плата госслужащих должна быть достаточно высокой, чтобы могли приходить на эту работу профессионалы, юристы, экономисты, специалисты, которые бы работали, не получая зарплату в конвертах или придумывая себе где-откуда. Такой, а зачем? Я думал, еще зарплату они получают, вообще стыдно. А скажите мне, зачем вам… Обеспеченные, серьезные люди. Я всегда задавал этот вопрос, которые, даже по декларациям стоят миллионы, идут работать на зарплату министров на 20-30 тысяч. Но вы верите, что они это делают из любви к родине? Я – нет. Поэтому, понимаете, у нас, я уже давно говорю, надо как-то соотнести две вещи. Не может быть такого, чтобы человек, никогда не работавший в бизнесе, вот у нас вице-премьер, например, Кириленко, смотрел передачу, как ему показывают. Один дом, второй дом, еще что-то, к нему бегут с камерой открытые люди Майдана, говорят, ну где вы взяли, я не буду с вами разговаривать. Ну, что значит не буду? Ну, в любой стране мира ты уже должен уйти. Не может все, вот после ей декларации, не могут те люди, которые работали судьями, прокурорами, милиционерами, главами администрации, не работали в бизнесе, задекларировать миллионы. Это не может быть. Они обязаны в этот же день уйти. Нам кричали, сейчас мы это все сделаем, и что? Легализовали. Ограбленное, просто награбленное легализовали, и полное молчание. То есть у нас получилась страна состоявшегося бандитского капитализма. И все сделала новая власть так, что теперь кто награбили, теперь еще и честные люди. Как это честный прокурор вчера там задекрыло 16 квартир? Ну, откуда? Ну, давайте сложим ее зарплату за 100 лет. И что, все опять глаза закрыли, никто не видит? Банда. Извините.